Здравствуйте, меня зовут Солмина Светлана Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Казанского федерального университета. И сегодня мы с вами поговорим про актуальную тему – это получение налоговых вычетов. Это та возможность, когда мы знаем и можем какую-то сумму налога, уплаченную нами в бюджет, вернуть. И начнем с определения. Что же такое налоговый вычет? Налоговый вычет – это та сумма, которая уменьшает размер дохода и нашу налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. О каких вычетах в этом случае идет речь? Это, соответственно, популярные стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты, имущественные, инвестиционные, профессиональные налоговые вычеты. Те, которые указаны сейчас на слайде. Давайте начнем со стандартных налоговых вычетов, которые чаще всего предоставляет автоматический налоговый агент. Для понимания налоговым агентом у нас работодатель. Это то лицо, на которое налоговым кодексом возложена эта обязанность – исчислить налог на доходы физических лиц, удержать необходимую сумму налога и перечислить ее в бюджет. Стандартные налоговые вычеты делятся на два вида. Это вычеты на самого налогоплательщика и вычеты на детей. Посмотрите, пожалуйста, вычеты на самого налогоплательщика зависят от его, скажем так, статуса, от его определенных характеристик. И тогда это либо 500 рублей, либо 3000 рублей. Все виды возможных категорий физических лиц, которые могут воспользоваться этим вычетом, представлены в пункте 1 статьи 218 Налогового кодекса. На что важно обратить внимание? Что в этом случае стандартный налоговый вычет является, скажем так, мерой поддержки при наличии официального дохода, ежемесячно перечисляемого физическому лицу и уплачиваемого налога на доходы физических лиц. Стандартные вычеты на детей предоставляются в следующих размерах. 1400 на первого ребенка, 1400 рублей на второго ребенка, 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка. Это та сумма, которая ежемесячно работодателем, являющимся налоговым агентом, вычитается из налоговой базы физического лица, в нашем случае работника организации. И, соответственно, эти суммы суммируются. Важно, что стандартные вычеты на детей предоставляются до достижения совокупного дохода, определяемого нарастающим итогом, 350 тысяч рублей. То есть, когда доход нарастающим итогом за налоговый период, а налоговый период у нас год по налогу на доходы физических лиц превысит 350 тысяч рублей, стандартные вычеты на детей у нас уже дальше не предоставляются. Но рассчитывает это, к нашему счастью, работодатель, наш налоговый агент. Социальные налоговые вычеты. Их количество увеличивается, и нас это очень радует. У физических лиц есть большая возможность пользоваться ежегодно социальными налоговыми вычетами путем подачи налоговой декларации по форме 3НДФЛ. Какие вычеты чаще всего распространены, давайте поговорим о них. Первое – это вычет за обучение детей. Это тот вычет, когда родитель официально трудоустроенный, с получаемым доходом и уплачиваемым налогом может получить вычет при оплате стоимости обучения своего ребенка. В 2023 году этот размер составляет 50 тысяч рублей. И у нас есть прекрасная новость, что с 24 января, то есть за налоговый период, уже начиная с 1 января 2024 года, эта сумма возросла и составляет 110 тысяч рублей. В сумме на обоих родителей на каждого ребенка. Какой еще вид в рамках социального налогового вычета у нас пользуется популярностью? Это вычет на лечение, обучение, свое собственное. И в 2023 году размер этого вычета составляет 120 тысяч рублей, то есть не более 120 тысяч рублей в размере фактически осуществленных расходов. Стоит отметить, что с 1 января 2024 года, начиная с налоговых периодов 2024 года, этот размер увеличен до 150 тысяч рублей в год. Соответственно, если вы потратили за год на лечение или на свое обучение, скажем так, иные разделы статьи налогового кодекса 219 про социальные налоговые вычеты, то вы можете этим вычетом воспользоваться в большем размере, нежели чем в 2023 году. Какие еще у нас есть, скажем, варианты использования социального налогового вычета? Посмотрите, это расходы на лечение приобретения медикаментов, это накопительная часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги. И важно узнать у того учреждения, которое вы посещаете, например, да, и ежегодно тратите денежные средства на оплату посещения, да, физкультурно-оздоровительного центра, входит ли это учреждение в соответствующий перечень, да, организации, и если да, то вы спокойно также путем заполнения налоговой декларации можете получить социальный налоговый вычет. И все, что касается негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни. Все эти расходы важно подтверждать документально, важно, да, сохранять в течение налогового периода все подтверждающие документы, и по окончанию года можно подать налоговую декларацию. Также имущественные налоговые вычеты. Я думаю, это тот вычет, о котором вы все прекрасно слышали и знаете, это вычет, особенно при покупке имущества, да, который звучит, это тот вычет, который мы можем воспользоваться один раз в жизни, да. И если мы покупаем новое жилье, это может быть квартира, дом, комната, часть комнаты, то в таком случае у нас есть возможность получить налоговый вычет в размере реально осуществленных расходов, да, понесенных, но не более чем с 2 миллионов рублей. Важно обратить внимание, что не 2 миллиона рублей возвращаются, да, в виде налогового вычета, а это та сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, и, соответственно, вернется нам фактически с 2 миллионов, если мы, предположим, приобрели квартиру за 3 миллиона или за 5 миллионов, да, мы понимаем, что максимальный размер 2 миллиона рублей, то это будет 2 миллиона рублей умноженные на 13 процентов. 260 тысяч рублей можно вернуть, да, если предоставить надлежащим образом заполненную налоговую декларацию и, конечно же, все подтверждающие первичные документы. Если же происходит покупка недвижимости, скажем, с привлечением ипотеки или заемных средств, да, и это все соответствует положениям кодекса, то тогда осуществить имущественный вычет с процентов, уплаченных по ипотеке, вы также можете, и эта сумма не должна превышать 3 миллиона рублей. Если же мы продаем объект недвижимости, которым мы владели меньше 3 или 5 лет в зависимости от условий кодекса, тогда у нас есть право вычесть при обложении нашего дохода, а я чуть уточню, что у нас возникает эта обязанность, да, если мы продаем объекты, пользовались им меньше минимального предельного срока владения имуществом, тогда размер дохода, полученного от продажи, мы можем уменьшить согласно налоговому кодексу, либо на реально понесенные расходы при покупке этого имущества, либо на сумму миллион рублей, если это квартира, комната, да, часть квартиры или жилой дом. Если же это иной объект, то тогда 250 тысяч рублей. Соответственно, нам важно понимать, да, при подготовке к подаче налоговой декларации, либо при совершении сделок, при оплате наших, так скажем, получаемых услуг за всевозможные лечения, медицинские услуги, покупку медикаментов с сохранением рецепта врача и назначенных лечащим врачом, да, наше обучение, наши курсы по повышению квалификации, обучение наших детей. Это важно все собирать, так скажем, да, рассчитывать и корректно учитывать в течение налогового периода, чтобы после того, как наш календарный год закончился, вы могли собрать все эти документы легко и подать декларацию 3НДФЛ. Сейчас это делать очень легко. Зарегистрируйтесь на сайте Федеральной налоговой службы, заведите свой личный кабинет налогоплательщика, где вы сможете отслеживать все ваши актуальные налоговые обязательства и, соответственно, заполните онлайн вашу декларацию. Мы желаем вам удачи в заполнении декларации по форме 3НДФЛ и успешного получения налоговых вычетов. В общем, ставьте лайки прийти, друзья! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...